Здравствуйте, дорогие друзья! На календаре четверг, а это означает, что время очередному информационному блоку от Славянской Церкви 27 дня здесь в городе Сакраменто. Мне очень приятно приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Уже скоро суббота, и в эту субботу нас ждут следующие служения. Утром нас проповедует пресвитер нашей церкви Василий Руссу, поэтому, пожалуйста, молитесь за его служение, чтобы это слово тоже было вдохновлено Святым Духом, преобразовывало наши сердца и нашу с вами жизнь. У нас началась программа по подготовке к окрещению. Встречи проходят по субботам в 9 часов утра. Если вы же желаете присоединиться к группе, которая готовится к окрещению, пожалуйста, напишите мне сообщение, text message, или же позвоните мне. Мой номер телефона 916-254-8182. Мне будет очень приятно, если вы будете вместе с нами. В эту же субботу после утреннего служения детский отдел просит остаться на родительское собрание всех родителей, у кого дети ходят с 7 по 10 класс в обычной школе. То есть это, наверное, 13-15 лет. Встреча будет проходить в Миллингрум, тут у нас в офисе, поэтому мы очень рады будем всех вас видеть. Хотим представить вам новую программу для работы с детьми в этого возраста. Поэтому, пожалуйста, не пропустите эту возможность прийти на эту встречу. В эту же субботу в 5 часов вечера все же мы планируем провести служение вопросов и ответов. Поэтому всех вас будем рады видеть. Думаю, вопросы, которые мы будем поднимать, очень важны именно для нашей общины. Поэтому, пожалуйста, не пропустите эту встречу. Хочу еще раз напомнить, что это служение не будет транслироваться в прямом эфире. Поэтому, если вы хотите стать участниками этой встречи, этого служения, то приглашаем вас в наш молитвенный дом, тут на Марконе, 48-37. Будем рады всех вас видеть. Еще. Не перестаю напоминать о том, что у нас проходят встречи по домашним церквям. И список этих церквей вы можете увидеть в бюллетне, который вы получаете при входе в наш молитвенный дом. Но если вы хотите организовать такую домашнюю церковь или группу по изучению Библии у вас дома, не стесняйтесь, делайте это. Если рядом с вами есть несколько семей, которые готовы приходить, организуйте эти встречи. Мы обеспечим вас материалом необходимым, чтобы вы могли вместе читать, размышлять, молиться, петь. Я думаю, что надо использовать эту возможность, потому что церковь вырастает. И есть уже много людей, которых мы просто не знаем. Для того, чтобы познакомиться с ними поближе, недостаточно только субботнего служения. Приглашайте друг друга в гости. Знакомьтесь с другом вместе. Изучайте Писание. Это поможет нашему духовному возрастанию. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть такое желание организовать группу по изучению Библии у себя дома, дайте мне знать тоже, и мы обеспечим вас необходимым для этого материалом. Еще одно объявление, с которым хочу к вам обратиться. В субботу, 11 февраля, после утреннего служения, у нас будет членское собрание. Главный вопрос – это начало выборов в нашей общине. Мы хотим выбрать большую избирательную комиссию, и, по сути, как я уже сказал, это будет начало выборов в нашей общине. Пожалуйста, тоже было бы очень хорошо, если бы вы присутствовали на этой встрече, на этом служении, так как очень важно ваше участие вот в процессе выбора. По сути, это все объявления, с которыми я хотел к вам обратиться. Перехожу к молитвенному блоку. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ольгу Козыренко. Также не перестаем молиться за окончание войны в Украине. И большая благодарность, как я тут себе записал. Я разговаривал с милой полыгой на этой неделе, и она просила меня сказать всем большое спасибо за то, что молимся о ее здоровье. Она чувствует себя уже намного лучше, и очень надеемся, что скоро увидим ее в нашей церкви на богослужении. Спасибо большое за ваши молитвы, за то, что вы поддерживаете друг друга. Ну и в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псовом 4, 8-9 стихи. И тут написано. Ты наполнил мое сердце радостью больше, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии. Я лягу с миром за сном, потому что, Господи, только ты даешь мне жить в безопасности. Очень интересные слова, которые тут написал Давид. Он говорит, что его радость в сердце зависит не от того, каково его благосостояние, а от того, насколько Бог наполняет его. Поэтому, пускай Бог наполняет и наши с вами сердца. Ведь именно это дает нам мир, надежду, покой, уверенность в завтрашнем дне, какими бы ни были сегодняшние обстоятельства. Поэтому, желаю вам Божьего водительства. Буду рад встретиться с вами в субботу у нас в церкви или же в прямом эфире на наших богослужениях. Всего вам хорошего и до встречи. Спасибо. Продолжение следует...